здравствуйте друзья вот так вот сегодня мы с вами совершим полет в историю история это началась собственно давненько наверное когда маленький мальчик нашел небольшой цилиндрик непонятного происхождения вроде каменный вроде не каменный но интуитивно он видимо почувствовал что это что-то необычное взял его и положил дома я его я увлекаюсь камнями я один раз как-то гулял на улице и наткнулся на камень чертова палец интересно покажи намер это чертова палец можно посмотреть ты да здорово вот такой показалось что это не что иное как часть окаменевшего древнего кальмара даже не кальмара еще прототипа кальмаров короче в общем архи кальмара такого но примерно мы так прикинули откуда может быть та порода где он нашел и он то нашел в городе конечно мы сейчас находимся за городом видно что у нас вот сзади осадочные породы я думаю что где-то в них в этом месте и находи находятся вот именно коренное так скажем месторождение не месторождение наверное коренной пласт где эти остатки кальмаров сохранились изредка находят я знаю даже полные отпечатки кальмаров не знаю повезет ли нам сегодня но мы постараемся хотя бы что-то найти интересно сама структура песка сверху идет темный такой видимо богатая органика еще потом минерализованы вот здесь красное это железо богатый железом а потом уже белый уже не такой минерализации нет демирали деминерализованы наверно состоит из таких крупных камушков песчинок и камушки даже как-то трудно все себе представить что вот эти вот камушки они лежали здесь но может миллионы лет назад вот здесь кстати место интересно вот песочек здесь уже видно что сверху беленький пошел а потом снова минерализации вот здесь он как-то слежавшийся совсем видимо то ли глина здесь больше больше глины то ли что здесь даже веточка какая-то запрессовалась может часть корня конечно современные уже а вот здесь видны такие прожилки прожилки железистого песка с железом она как бы сцементированы вот видно даже что он меньше разрушился чем основной песок вот который более светлый можно такой же наблюдать у нас на урале есть каменный город желающих могу сводить напишите в комментарии там или вконтакте в группу вот там тоже можно наблюдать именно вот это вот но там печани конечно плотный уже его даже палкой ковырять нереально его железом то ковырять плохо вот то есть очень причудливые красивые формы я видео сниму как-то еще не соберусь о нем снять видео обязательно сделаю вот вот там можно такое же наблюдать там прямо-таки и гребни выступают наружу вот этого более плотного песка нет ничего нет ничего обнадеживающего ну вот наткнулся на рассыпушку какую-то галька тут кремень попадается то есть есть вероятность кварц немножко это я не знаю чё вот даже вот такой полощадный кременчик попался смотрите это почти что агат наверно вот так вот интересно сейчас покопаемся здесь о кто ищет тот всегда найдет долго копаться то и не пришлось смотрите вот он вот он кусочек правда белемнита вот такой он мелкими кристалликами покрыт кварца заместился а здесь смотрите какой красивый вот эта внутренняя часть у него было здесь на сужение тоже должно идти потом покажу на картинке сделаю картинку видео как они выглядели сейчас походу здесь я сядем до интересные камушки то здесь можно почти коллекцию о нифига везет мне сегодня на деньги рубль нашел совсем свеженький о короче сейчас камень на собирающих денег до кучи вот так то ну что вот и подошла к концу наша сегодняшняя поисковая экспедиция в прошлое до далекое прошлое миллионы миллионы лет назад мы снова погружить погружались на дно моря и что же у нас в итоге а в итоге как в песне поется кто весел тот смеется кто хочет тот добьется кто ищет тут всегда найдет и мы нашли я уже конечно упомянул вот у нас самый первый образец вот такой белемнит это внутренняя сторона это внешне не хватает я уже говорил острого конца то есть с одного конца второй фрагменте вот такой неполный четвертинка четвертинка сбита так еще вот целая кучка у меня их подобралась маленьких обломочках вот так что есть они здесь есть надо искать вот это самый большой но тоже располовиненный не целый целых сожалению найти не удалось что же поделать но зато кроме этого я еще много чего интересного нашел вот такая штучка тоже похоже какой-то окаменелый представитель древней фауны или флоры губка коралл вот потом что у нас еще есть вот такая целая колония небольших кораллов вот они эти вот эти червячки то есть кораллы так дальше вот какие то такие круглые штучки я не знаю что это такое вот они но скорее всего это тоже срезы кораллов каких то вот вот здесь такая вот она шляпкой сделано вот я не знаю кто знает напишите буду благодарен что это за штучки такие есть также небольшие маленькие столбики кораллов вот такие они так вот росли видимо тоже интересны вот то есть плескалось море когда-то на владимирской земле а вот здесь я считаю что это отпечаток какого-то животного тоже вот он в камне остался естественно заместился уже другим минералом вот ну и дополнительно еще много интересных камешков просто красивых насобирал из кремнистой из кремния вот такие вот камушки они просто мне понравились по цвету это есть почти что яшма вот прозрачный кремень то есть много интересных а вот есть такой все говорят что инопланетяне были крупными по размеру не врут врут я нашел череп инопланетянина вот он смотрите какой он махонький у меня в пальцах умещается вот вот такие они маленькие были маленькие хлюпенькие поэтому не смогли они у нас на земле прижиться только прилетают иногда и все и в путь обратно к себе интересно посмотреть какие камни бывают вот он снаружи камушек вот так мы его видим обычно а вот он расколотый совсем другое дело да красота вот так вот ходим по камням а не знаем что там внутри то вот такой камушек еще вылез с дырочками что за дырочки кто его знает явно что то здесь было когда то теперь уже нет вот ну и денег насобирал 6 рублей 6 рублей современных одна десятая на проезд оплачу вот такая интересная экскурсия получилась даже можно сказать почти экспедиция вот а еще забыл показать охру еще нашел даже вот такая вот она можно рисовать на руке вот так берешь видно ее конечно надо в порошок по умудро столочь ну вот рука то окрасится так что так что много что интересного можно найти просто на пляже на карьерах где-то камни очень много могут рассказать про наше прошлое если конечно уметь читать их поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки комментарии пишите будем еще опускаться в историю дальше и дальше будем ее читать смотреть наблюдать ну и просто отдыхать до новых встреч я знаю так что я не знаю что я знаю Продолжение следует...